Господи Задайте себе вопрос, если я не могу ради Бога отказаться от куска мяса, то на каком месте у меня этот кусок мяса, а на каком месте моя вера и те правила, которые с этой верой связаны? Задайте упражнения, которые нам дает Господь, в частности упражнения постные. Надо сказать, что в первые годы, когда я еще подростком приходил в церковь, для меня тогда пост действительно был очень тяжелым таким временем. Я тяжело воспринимал это. И надо сказать, что я считаю, не то что достижением, мы христиане как бы себе достижения не приписываем, но как бы считаю своей радостью то, что последние несколько лет я воспринимаю пост именно в том плане, как вы сказали, опять пост. То есть это очень полезно для христианина, во-первых, осознать, что пост нужен, собственно, нам, а не Богу, не церкви, к которой человек приходит. То есть Богу ничего не прибавится, если мы здесь не будем есть колбасу и ничего не убавится, если мы ее здесь едим. То есть воспринимать это как некую такую тренировку духовную, тренировку своего смирения, покаяния, преданности Богу. Я понимаю, что для человека, который воспринимать пост тяжело, для него это мучение. Неделю за неделей, день за днем отказываться от того, постоянно думать о той пище, которую он сейчас не может есть, а сможет есть только через месяц, или через три недели, или, соответственно, если это начало поста, то там через сорок, там, девять, восемь, семь дней. Поэтому нужно воспитывать в себе вот такое отношение к посту, во-первых, как к тому, что нужно самому человеку. То есть вот я знаю таких спортсменов, которые ходят на тренировки с радостью. Почему они это делают? Они понимают, что через это они становятся быстрее, выше, сильнее. Ну, как говорится, да, вот этот олимпийский резерв, да, и они выходят без такого, что почему я опять в холодное утро должен пойти там на турники, на турниках заниматься. Нет, они встают и, в общем-то, бодро и радостно идут на эти турники и занимаются, потому что они знают, что они в конце концов достигнут определенного результата физического своего, спортивного. У нас результат не спортивный, у нас результат духовный. И те правила, которые даны нам Святой Церковью, они даны нам как упражнения, да, вот как для того спортсмена турники, так для нас упражнения, для того, чтобы мы стали лучше, чище, но и хотя бы в какой-то степени исполнили заповедь Божий, будьте святы, потому что я свят, да, как сказано на Священном Писании. Поэтому это процесс не быстрый, но если этот процесс идет, то в конце концов он придет к логическому результату. Человек будет воспринимать пост как радостное событие для себя. Соответственно, и пост у него будет идти гораздо легче, радостнее, да, и все эти ограничения он будет воспринимать не как какую-то тягловую повинность, а как путь, ступеньки, по которому он поднимается к той цели, к которой он призван Богом. Цель? Цель – святость. Мы к этой цели и призваны. И, конечно, для массы наших верующих, особенно тех верующих, которые верующие номинальные, да, к сожалению, у нас большое количество номинальных верующих, но, слава Богу, да, вот последние годы мы видим, что многие из них приходят в церковь и интересуются. Но, тем не менее, да, когда им говоришь эту цель, это воспринимать как что-то из разряда фантастики, да, вот, опять же, вернемся к этим словам, будьте святы, потому что я свят, да, словам Господним. Ну, вот тут лично мое такое мнение, нам специально задана Богом такая высокая планка, чтобы мы всю жизнь старались к этой планке хотя бы приблизиться, хоть к какой-то степени. Ну, опять, если мы возьмем спортивные аналогии, если тренер будет давать, допустим, легкому атлету прыгать метр, то он будет всю жизнь прыгать метр, да, и он не захочет там ставить на метр двадцать, метр восемьдесят, там два метра и в конце концов достигнуть спортивных достижений, там выиграть Олимпиаду, вот, а если тренер будет постоянно прибавлять или поставить высокую планку, или сразу он скажет ему, что вот ты должен в конце концов выйти на вот такой результат, да, он сначала схватится за голову, да, он скажет, да вы что, я там на полметра меньше прыгаю, никогда в жизни не прыгнует, но он будет стараться, он будет стремиться к этому. Как определить меру поста и от чего надо отказаться? И вот как проходить пост честно, честно перед Богом? Мне кажется, это очень важный вопрос, то есть мы можем его формально соблюсти, но мы на самом деле не попостились. Может такое быть? Наша вера очень разумная вера, и она не ставит человеку таких рамок, как-то бремен, да, которые для него неудобоносимы. То есть та практика Великого поста, либо любого другого поста, который держит христианин, она дана взрослому, здоровому человеку. Если человек малого возраста, если человек пожилой, если человек имеет какие-то заболевания, то мера поста уже варьируется в зависимости от благословения священника и его приходской общины. То есть неразумно человеку, допустим, болящему, действительно больному каким-то заболеванием серьезным, держать пост в тех рамках, там, тип иконы, как он предписан в полной мере. Потому что в таком случае он совершает грех, грех разрушения своего здоровья. Поэтому мера поста, она дается уже в зависимости от возможности человека. То есть одно дело человек, который работает, например, в офисе, да, и в 8 часов, да, и у него есть свободное время там. Другое дело человек, который, допустим, работает вахтовым методом, или человек, который работает там в ночные смены, либо у которых имеются там тяжелые физические работы, да. Но опять же, да, вот это вот такая полка в двух концах, у человека может возникнуть желание самому себе назначать пост. То есть много потрудился, поменьше попощусь, да, это тоже опасно, и поэтому для этого есть практика благословения священника. То есть священник, который знает жизнь этого человека, знает образ его работы, образ его там увлечений, там, его нагрузку, да, его там, опять же, те прежние эпизоды жизни, да, которые так или иначе на это влияют, он в собеседовании с этим человеком дает благословение на ту форму великого поста, который этот человек может, ну, как говорится в народе, вытянуть, да, то есть не больше и не меньше. Поэтому, конечно, по благословению могут быть отступления от тех практик поста, которые у нас есть полноценные. Но, конечно, если человек вводит в заблуждение священника, там, я болею что-то, там, как говорится, левая рука, там, мизинец болит, да, поэтому держать пост не могу, это, конечно, ну, как говорится, глупости, да, и это, опять же, он согрешает, да, против практик церковных. Павел Иванович, ну, что еще, кроме вот вопросов, что есть, чего не есть, обратить внимание посту? Угу. На духовный пост, то есть не есть окружающих, не взращивать в себе греховные чувства, постараться забыть обиды, постараться перестать завидовать тем, которые в обычное время, да, мы, может быть, позавидовали, в меру своих сил и возможностей, потому что не всегда это зависит от одного человека, постараться примириться с обидчиками, постараться поддержать нуждающихся. Опять же, в меру своих сил, и Господь знает меру сил каждого человека, да, и Господь не требует от нас невозможного. Ну, вот это и есть духовный пост, который идет рука к об руку, да, с постом телесным, который нам предписан. Иногда бывает так, что человек говорит, ну да, духовный пост я буду стараться держать, а вот телесный, он вроде бы как бы и необязательный, да, но вот главное там не есть окружающих. Да, есть действительно такое выражение, которое имеет свои корни XX век, когда было очень затруднительно, да, для многих христианок посещать храмы и исполнять в полной мере практики церковные христианские. Но, понимаете, тогда было тогда, сейчас это время другое. Сейчас у нас есть все возможности, особенно учитывая ассортимент наших магазинов, ресторанов, кафе, да, в которых есть, ну, может быть, у нас в Узбекистане нету, да, а вот в более традиционных православных храмах там есть целые разделы меню, да, где там постная пища, да, то есть хочешь ешь скоромное, хочешь есть постное, да, и это свободный выбор каждого человека. И получается, что этот человек, говоря, что он духовный пост будет держать, а телесный пост не будет держать, он идет против логики. Дело в том, что для любого человека легче держать телесный пост, чем духовный. Съесть котлету из овса, чем съесть котлету из мяса. Это гораздо легче, чем воздержаться, допустим, от обиды на какого-то другого человека, воздержаться от злобы, от воспоминаний, там, каких-то конфликтов, которые были до этого. То есть, если мы, как говорится, включим христианскую логику, то сначала человек учится держать телесный пост, а потом, когда он уже нормально держит телесный пост, он может приступать к следующей ступеньке, то есть держанию духовного поста. А когда человек говорит, что духовный, то есть высшее такое я буду держать, а низшее я не могу, да, но это значит, что он ни то, ни другое держать не будет. Никакой пост держать не будет. Поэтому это как два крыла, да, духовный пост и телесный пост. Если того или другого не будет, то смысла в этом посте не будет, и как птиц с одним крылом падет на землю, так и христианин не достигнет цели Великого Поста, который нам предстоит. Вашка, еще вопрос. Есть такая сейчас штука, как интернет и, соответственно, интернет-зависимость. Надо ли на это обратить внимание? А если да, то какие есть, может быть, практические приемы, как от этого хотя бы на время поста выздоравливать? Да, если вот впасть в футуризм, то есть про то, что будет в будущем, я вижу, что именно зависимость от интернета, она превозмогет какие-то физические зависимости, то есть будет гораздо более массовый слой населения, который больше времени проживает в виртуальном пространстве, чем в реальном пространстве. То есть, если раньше мы видели человека в зависимости, допустим, алкогольный, который вот сегодня он выпивший, завтра трезвый опять, потом на следующий день выпивший и так далее, то есть все прекрасно понимали, что человек находится в зависимости, но и относились к этому вполне адекватно, да, как к человеку, который, ну, за себя зачастую не отвечает. То есть сейчас мы видим, что вот зависимость от виртуального пространства, она есть не только у молодежи, но и вполне пожилого возраста. И поэтому иной раз, да, вот сейчас приходится предписывать даже своим прихожанам в рамках исповеди воздерживаться до какого-то определенного уровня от посещения социальных сетей, мессенджеров, сайтов, да, и тому подобных разнообразной электронной информации. В ней ничего плохого нет, если, конечно, к этому правильно подходить и правильные страницы, как говорится, интернета открывать. Но, как сказал апостол Павел, все мне можно, но не все полезно, все мне дозволено, но ничто не должно обладать мной. То есть получается, что в данном случае большой пласт людей, большой процент людей, эта электронная информация просто обладает. Они просыпаются и первым делом открывают телефон, засыпают часами, сидя или лежа, да, с этими телефонами. Ну и, конечно, приходится ограничивать, буквально благословлять ограничения, там, до двух часов в день, да, или что-то подобное. Потому что, бывает, люди себя просто не контролируют в этом отношении. Ну и это отношение, вот я, мне кажется, есть какой-то, как бы, такая параллель с любовью к покупкам. То есть человек, который привык к этой страсти, он не может от этого отказаться, у него всегда появляется какая-то новая вещь, которую обязательно надо взять, и без нее жить невозможно. То же самое и в информации, да, появляется постоянно каждый день новая информация, которую этот человек хочет через себя перерабатывать, который стремится узнать эту новую информацию. Ну а если посмотреть, то процентов 90 этой информации, это просто настолько пустословие, да, которое, ну, не заслуживает никакого внимания. То есть я понимаю, там, попереписываться с друзьями, со знакомыми, пролистнуть новостную ленту, чтобы иметь представление о том, что происходит в мире. Но когда человек часами смотрит пустые, ни к чему не нужные, не обязывающие ролики, да, которые не назидают, не научают, то это, конечно, становится за такого человека страшно. Если вот сейчас так, то что будет через 10 лет, когда электронные технологии шагнут вперед, и, соответственно, этот шаг вперед, он будет связан гораздо большей возможностью поставить человека в зависимость от себя. Ну а сейчас вот есть такое новое, ну, относительно новое, уже, конечно, много лет, оно, новое веяние, это искусственный интеллект. То есть, опять же, этот искусственный интеллект, он может поставить человека в большую зависимость от себя, чем, допустим, было от электронных устройств, там, 5 или 10 лет назад. То есть мы должны это в себе контролировать, чтобы сохранять свободу христианина? Чтобы не впадать в рабство, отчего бы то ни было. Как наследовать Царство Небесное, воля Твоя не моя. Как Ты хочешь, Господи, как Ты знаешь, Господи, помилуй меня. Как Ты хочешь, Господи, помилуй меня.